Прививка второго сокодвижения Большие толстые, вот такой толщины берутся прибивочки Такой толщины, приросты Вот этот прирост с прошлого года, он лежал в снегу Мы делаем длинный срез, это допустим черенков приклад Берем только тонкий слой коры, стараемся без древесины Без древесины, вот, все Теперь череночек, вот он уже отрезанный Сейчас мы сделаем его на клиночек с двух сторон Лучше за один раз, конечно Но все равно он будет у меня параллельный Так, вот один, второй Все, вставляем его сюда, за кору Чтобы хотя бы с одной стороны было совмещение коры Конец вот так вот затягивается Петля на петлю накладывается, затягивается Без пробелов Специально есть теперь садовый вар жидкий Жидкий с ранозаживляющими средствами Хорошо его, конечно, замазать сверху, чтобы не было иссыхания Ну, если где-то еще проглядывает ранка, тоже ее можно замазать Сейчас я вам покажу весеннюю прививку Этим же способом, который можно делать сейчас летом Ну, так же мы вот здесь и сделаем Вот, сейчас будут его два способа Вот, так как здесь Этот способ называется окулировка прорастающей почкой То есть, эта почка прорастет, будет веточка Вот она будет замывать Так как здесь черешка листа нету, то берется более длинная Пластина Вот так вот аккуратненько проходит под глазком Ну, вот она все, эта пластина готова Вот Пока я ее не обрезаю, чтобы подготовить место здесь Так, окулировка в Т-образный разрез называется Сейчас я Вот, видно, нет? Вот Сейчас кора уже начинает отходить Сейчас второе высокодвижение обратное, возвратное идет Сейчас вот она хорошенько отходит Кора То же самое делается здесь Вот Вот Оставляется до упора Вот После чего Все Место загрязненной руками Обрезается Кусочек коры С местом Загрязненными руками И все Мы сейчас Так же Пленочкой затянем Вот Она прорастет Будет веточка А Для Ребят У У Продолжение следует...